друзья приветствую вас это дневной обзор давайте посмотрим что происходит на площадках и что соответственно нам ожидать сегодня до конца дня так на фоне риск она идет снижение и доллара и евро к рублю покупают рублевые активы заходят на рынок и поэтому соответственно мы видим вполне закономерное снижение и по доллару и по евро сейчас отдельно мы посмотрим график по фьючерсам так что у нас по основным валютным парам но видите вот евро пытается отстояться и соответственно отбиться от этого дна и попытаться отрасти вот первая цель здесь которая наблюдается это 1,095 так его тоже сейчас посмотрим детально на фьючерсе нефть но нефть отскакивает но отскок этот он такой слабенький там не особо большие объемы проходят сейчас не в тоже глянем одним глазом так индексы но ммвб в общем-то пошел к верхней границе проторговки штаты в космосе как обычно так но на фоне от всего этого позитива золото и серебро корректируется вниз вот на по крайней мере возвращается золото вернулась к консолидации к диапазону который находится 1565 1569 вот сюда так крипто вообще шмаляет очень мощно там по моему 10 500 уже биткойн сходил и не сходил на это там отдельный есть у нас канал на эту тему так что касается российских акций посмотрите вот тгк югк 2 это две дочки газпрома не выстрелили это соответственно связано с новостями о дивидендах которые мы с утра с вами обсуждали так вот по башнефти пошло движение башне в час посмотрим обязательно так ну вот магнит тмк тоже отстрелили но меча у меча вам уже как бы давно его не трогали начали постепенно раскручивать запускать так и из-за минуса что у нас полюсну золото видите золото и серебро в консолидации снижается поэтому полюс идет вниз по поле металлу но поле металл идет меньше вниз сегодня последний день торгов перед тем как будут получены дивиденды там очередные вот соответственно за формулу т плюс 2 сегодня последний день торгов если акция числится на счете то соответственно получаешь дивиденды но завтра будет дивидендный гэп вниз скорее всего в размерах дивиденды запланированного так на ростелеком яндекс немножко корректируется русал тоже немножко корректируется хорошо давайте посмотрим детально так бренд но здесь у нас попытка отскока но такая попытка она не очень убедительная потому что отскок идет пока на меньших объемах чем на объемы на которых было снижение соответственно такой отскок в любой момент может спикировать и пойти вниз вот здесь будет ключевая линия то есть если вот эту линию пробивает 55 575 55 8 на растущем объеме то следующий наиболее вероятный заход для движения будет 58 5 вот пока эту линию не пробили с учетом того что идет отскок на падающих объемах видите здесь объемы падают вполне как бы вероятно отбить и вот от этой линии и продолжение движения вниз сегодня в 1830 данные по запасам нефти но сегодня вообще в этом плане трешак потому что 1630 харкер член фонс выступает 1800 глава фрс пауэлл 1830 запасы нефти то есть вечер будет колбасня будь здоров то есть и на фоне заявлений пауэлла но скорее всего я думаю пауэлл скажет что возможно в апреле начнут уже тушить ликвидность то есть но здесь конечно идет они сейчас снижение ключевой ставки но судя по тем действием который фрс делает в общем то водится определенное ограничение для ликвидности для поступления свободных денежных средств оборот вот и поэтому тем не менее если процесс в апреле еще и усилится то мы будем в апреле наблюдать масштабный кризис чего в общем то помню когда не был что в апреле все рухнуло вот мы посмотрим что скажет пауэлл 6 часов вот и 1830 все может кардинально измениться по нефти то есть если конечно они запасы по нефти покажут меньше чем то что прогнозируется 2 целых 98 87 миллионов то соответственно увидим очень мощное движение сначала на 56 5 потом возможно даже на 58 но запасы нефти последнее время они весьма хаотично выходит если какое-то время назад был определен закономерность что они там на падающей нефти выходят пониженные и отскок на растущей нефти повышенные соответственно за дерг вниз вот сейчас это закономерность она как-то не очень соблюдается и поэтому соответственно здесь сложно даже сказать в абсолютно прогнозировать невозможно мог только сказать что есть вот это пробьет на растущем объеме скорее всего пойдет сюда если здесь начнет объем падать и развернется то дальше будет удар в 53 11 50 до 52 и 5 так золото золото американская котировка на что здесь могу сказать золото здесь консолидируется и готовится в ближайшее время отработать 1578 и 1 если соответственно будет закрепление здесь то пойдет движение дальше на 1582 и далее если все-таки будет пробой вниз 1564 и 3 то увидим сползание сначала на 1559 и 8 и потом движение 1550 я думаю сейчас все-таки больше шанса того что после набора позиций будет рост сюда далее фьючерс рубль доллар что здесь я могу сказать судя по дневному графику идет консолидация то есть вот этот растущий тренд он пока приостановлен и сейчас идет торговлю в диапазоне который простирается от 63 до 64 400 вот соответственно вот сейчас как только будет достижение 62 950 63 здесь соответственно возможен набор позиций развороты движения вверх в рамках этого диапазона вот конечно если понять и будет сильное движение вверх то мы увидим пробитие нижней границы 63 и соответственно движение рубль доллар сначала на 62 323 потом тестирование 61 350 но пока пока такой сценарий не видится маловероятным скорее всего здесь будет набор позиций после этого движения наверх так это у нас рубль доллар так на евро в общем-то фьючерс евро рубль допадала до уровня проторговки соответственно здесь сейчас и пойдет набор позиции если не будет пробитие на растущем объеме 68 500 и уходы вниз в результате этого то соответственно после набора позиции мы увидим отскок первая цель движения которого будет 70 тысяч 280 вот сюда вот если закрепиться здесь и цена на нефть пойдет снижаться то соответственно следующее движение будет в район 71 1750 вот сюда так фьючерс на индекс ртс на что хотел бы обратить внимание но здесь вот есть ограничение 150 6600 вот если он к этому уровню подойдет сегодня то здесь либо будет пробитие на растущем объеме и после этого проторговка и движение вверх цель движения будет соответственно находиться на 160 тысяч 500 или же вот от этого уровня скорее всего пойдет отскок вниз на снижающихся объемах торгов и соответственно будет возврат вот сюда у нас 152 200 так друзья если мы под линзой увеличительным стеклом будем туда-сюда крутить и рассматривать по-разному фьючерс на индекс ртс то 4 4 часовой график здесь показывает на то вот здесь сформировался канал падающий и сейчас соответственно самое ближайшее время скорее всего будет движение вот к этой границе этого канала если здесь по факту роста объема будет пробой то в этой ситуации наиболее вероятен уход на 158 300 если здесь будет пробой на растущем объеме то соответственно следующая цель движения это 160 тысяч 600 вот сюда вот вот однако все-таки падающий канал ты падающий канал и соответственно либо от текущих уровней потому что здесь вот этот шип он немножко искажает картину либо при достижении значения где-то в диапазоне сто пятьдесят шесть тысяч семьсот сто пятьдесят шесть вот здесь вот в случае снижения объема возможен разворот и соответственно движение первая цель соответственно здесь будет сто пятьдесят три тысяча девятьсот вот и по факту пробоя движения к нижней границе канала но это уже будет цифра порядка сто сорок восемь сто сорок семь пятьсот вот сюда вот тут сильно зависит от того какие запасы нефти выйдут соответственно если нефть будет снижаться запасы не будет расти то соответственно утащит его сюда пробьет он этот верхнюю границу канала исходит ну скорее всего вот сюда 158 300 пока как бы на сегодня потенциал движения выше я в нем не вижу вот и я даже больше скажу здесь ситуации 50 на 50 то есть когда сюда придет если насчет расти объем скорее всего выстрелит и все-таки его сюда дотянул но все-таки с учетом того что нефть растет на падающих объемах я думаю все таки наверное более целесообразно рассматривать что вероятный сценарий здесь будет отбой движения вниз либо текущего уровня либо от этого отрезка который проходит ну где-то в районе 150 150 157 тысяч 156 тысяч 500 то есть вот отсюда как бы надо бы ему скорректироваться так друзья давайте дальше газпром быстренько одним глазом посмотрим сейчас идет очередная попытка воскрешение цен на природный газ вот уже 1 целый 826 но таких таких воскрешений было много пока все равно идет по дневному графику в рамках падающего канала и особого драйвера для того чтобы газ отрастал нету соответственно чтобы не говорили кто бы не вдавался ни в какие рассуждения цена на природный газ очень существенно влияет на акции газпром может быть тут нету непрерывной зависимости что сразу цена упала у газа и соответственно газпром упал нет здесь может быть определенная отсрочка но если идет тренд по снижению цен на газ он будет выдавливать и газпром да здесь не будет такого такой корреляции полной как у новотека но газпрома тоже очень подвижен чтобы там не рассказывали про долгосрочные контракты у вас просто будут меньше покупать газа будут на споте брать вот и вообще как бы мировой мировая экономика мировой порядок выстроен таким образом что стремятся иметь дело с тем кто дает максимум степени и свободы они пытаются с помощью различных соглашений выкручивать руки это кстати к соединенным штатам тоже относятся именно из-за этого они последнее время начали рейтинг свой терять так на смотрите вот если дневку мы с вами анализируем вот сейчас он находится в неустойчивое положение то есть он не пробил вот этот сильный уровень 238 и 5 не закрепился над ним вот и плюс помимо этого он вошел в область день очень большие объемы проходили то чего либо дотянуть вот сюда куда 248 250 вот в этот диапазон или же его сбить и соответственно убрать вот в эту консолидацию но как бы сейчас особых драйверов для роста его нету единственно проводный газ пытается восстанавливаться ну и вчера собрание инвесторов было в америке но тем не менее здесь что я хочу вам сказать на начата вот это движение на растущих объемах и это движение она может так или иначе вытолкнуть его счетки вот в этот диапазон и соответственно то есть цена вырастет до 255 рублей за акцию вот это произойдет в том случае если сегодня завтра он закрепится на 238 с половиной выше растущему объем если этого не произойдет то здесь просто такая формация движения будет что он вернется вот в эту проторговочную область и будете дальше колебаться 234 224 с половиной вот но с учетом того что движение начаты из очень большой энергии то я думаю все таки вероятность больше 50 процентов того что он пойдет вот сюда вот и пройдет пробит 248 и зайдет в этот диапазон так друзья далее сбер но смотрите по сберу здесь вот это вчерашняя новость на которой это просто раздача была элементарная на самом деле эта новость она в лучшем случае нейтрально для сбербанка а вообще в долгосрочке я думаю она негативный негативно повлияет на его стоимости вообще на существование возможно финансовой системы фондового рынка нашей страны вот поэтому здесь ни о каком там драйве и росте что передают там вообще я даже не понимаю людей которые это как какой-то позитивный довод рассматривать на счет он позитивный блин вообще абсолютно мне кажется это как бы либо в облаках летает либо они рекламу как ведь непонятно делают так на смотрите давайте посмотрим что его ближайшее время ждет вообще он сейчас диапазоне увяз вот в этом 256 и 5 252 соответственно пробитие нижней линии уводит его сначала на 2 49 и потом ниже вот пробитие верхней возможно его будут вытягивать чтобы он закрыл вот эту цель 266 невозможно 274 но пока вероятность такого движения не очень большая посмотрите у газпрома там было вполне однозначная картина чего просто выстрелили и он улетел здесь такого не было здесь его в него вкачали он поднялся раздали и потом спустили то здесь вот сейчас текущей ситуации по сбербанку и по газпром она очень сильно отличается то есть если у газпрома действительно там был рывок вчера то сбербанка здесь его просто это самое помпанули и распродали так но часовой график он не очень такой него позитивный но смотрите вот здесь нарисовался новый локальный минимум 252 и 2 вот здесь какая будет ситуация я так думаю если не будет пробить и вот этого нового локального минимума то соответственно цена будет отскакивать в эту проторговку и соответственно отсюда пытаться отрасти сходить на 257 4 у нее здесь есть незакрытая цель соответственно цель будет стремиться выстрелить и закрыть вот соответственно это то что касается текущей ситуации возможно конечно движение на двести пятьдесят девять и восемь потому что все-таки он вот здесь не закрыт двести шестьдесят с половиной то есть вы сюда тоже могут протащить но это будет только в том случае если пойдет рост нефти как бы во всех остальных случаях здесь более видится какое-то нахождение либо вот в этом диапазоне двести пятьдесят семь и два двести пятьдесят один и два или вообще как бы снижение и уход сбербанка вниз и так друзья мы по гк 2 здесь вообще шикарная картина просто его что называется проломили все всевозможные уровни и утащили его наверх так давайте даже посмотрим на месячный недельный но по месячному графику есть куда стремится он 79 еще россии расти на 79 но понедельки никакие цели не просматриваются тут скорее даже гипотетический откат вот на 59 едва но с такой энергии роста здесь на каком откате таком сильном речь вообще не идет но смотрите вот здесь на самом деле на ближайшем обозримом будущем как бы сложно загадывать на самом деле как здесь будет все это дело происходить сейчас как бы бумагу очень мощно зашли и судя по всему эти позиции еще не раздали вот соответственно тут ближайшая цель для того чтобы закрыть эти раздачи скорее всего 780 78 соответственно корректирующий откат здесь какой может быть но вполне может откатиться на 64 65 в этом ничего страшного не будет вот если все таки будет откат куда-то вот сюда вот вот к началу вот этого гэпа или к закрытию гэпа тогда и уже будет криминально это уже будет означать что скорее всего вот этот рост он соответственно выдохся и рост прекращается . здесь я раздали будет возврат на круга своя и соответственно консолидация в этом диапазоне поэтому здесь ключевой уровень я думаю находится где-то здесь 6344 6430 если его на растущем объеме не пробивает когда сейчас насчет корректироваться значит все нормально да наберет позиции пойдет пробивать 6 980 потом 78 ну и часовик здесь достаточно бодрый то есть вот раздали дальше здесь начинается консолидация и если опираться на часовик то здесь как бы получается что если нет движения ниже 65 78 точнее 66 65 78 то есть если вот этот диапазон на растущем объеме не пробивается то скорее всего здесь будет просто накопление дальнейший рост с тестирование 6 9 и 8 и при пробитии на растущем объеме ход на 78 вот соответственно если будет пробой то это значит что вот это мощное движение вверх откладывается и бумага будет откатываться куда-то скорее сюда 6440 и если она пойдет до начала гэп и на закрытие гэпа то это будет означать что просто раздача состоялась господа все свободны спасибо за внимание вот поэтому здесь вот все завязано я думаю где-то здесь вот в этом диапазоне если он не пробивает то дальнейший рост если пробивает скорее всего будет движение вниз и потом закрытие гэпа и завершение роста так друзья маска гк-1 ситуация под копилку как сука к 2 посмотрите здесь идет движение к уровню 16 840 случае пробития на растущем объеме будет уход вот сюда на 21 986 если сейчас все таки будет пробить и она в результате отката будет пробитие 13 884 на растущий момент даже 14 100 103 13 884 то это пройдет тому что вот это движение скорее всего сломается и соответственно акция она вернется сначала в начало роста 13 227 и потом скорее всего будет проседать вплоть до уровня 11 914 но смотрите сейчас здесь ситуация она скажем так не такая моторная как о гк2 но здесь все таки я думаю наиболее вероятность сценария по крайней мере потрогать на 16 840 июда тянут а там дальше но уже судя по тому что пошло падение объемов скорее всего я думаю здесь либо она наша проторговаться и потом что-то случится или здесь уже будет падение объемов от стрелы соответственно возврат на 11 914 объеме здесь не подтверждается то что будет дальнейший рост мощный то есть вот сюда ее дотянуто дальше вряд ли хотя опять же если здесь раз пойдет набор позиции то отсюда могут отстрелить и а 21 657 так дальше вопрос был по за гк-14 посмотрите по тгк-14 здесь конечно такого драйва нету как случаю гк2 и гк1 плюс сама бумага она но не шибко ликвидное скажем прямо однако вот здесь создалась определенная формация в локальном внизу который указывает на то что вполне вероятно в ближайшее время достаточно масштабное движение и соответственно первая цель это 588 и потом добить и отработка цели которые здесь не закрыли и которые находятся на 605 вот но это как бы так вот если смотреть недельный график если в месяц вместе сми не вдаваться в детали то что не особо ликвидный актив его конечно могут и вообще взвинтить ну да здесь поднявки идет указание на то что мы начали пампить посмотрите здесь если будет пробой 411 возврат под него на растущем объеме то этот памп закроется вот а пока да пока как бы сохраняется вероятность того что ее но поскольку бумага не ликвидная то еще вполне могут сюда прокачать на фоне общей эйфории по поводу электроэнергетики вот но здесь я думаю вообще с большим капиталом лучше не не входить не рисковать потому что можно в какой-то момент почувствовать себя очень богатым человеком не потом все это дело она превратится в минус он так всегда когда не ликвидные активы и люди начинают ими активно спекулировать вот поэтому ну какая здесь цель на ближайшие то вот 489 здесь закрепится соответственно штурм 590 здесь закрепляется пробивает отрабатывает выше идущие цели но здесь как бы бумага научно стихийная такая вот конечно здесь модель на рост есть но судя по и ликвидности ее могут хоть прямо вот сейчас там накинь рыночную заявку миллиона на 2 и она наверно в космос улетит так на смотрите вот фск по фск был вопрос началось здесь восстановление попытка затянуть фск к верхней границе вот этого диапазона 23119 если его пробьют на растущем объеме то соответственно вот эту цель на она пробьет очень быстро и пойдет отрабатывать 26 если как бы сейчас будет пробой вот этой нижней границе 21 993 то скорее всего этот рост ломается и начинается корректировка на 21 278 и не так но если локально рассматривать часовик посмотрите вот здесь поддержку у него 21 987 если не пробивает то соответственно возврат вот в этот консолидационный диапазон а сейчас он идет расчет у него цель движения вот сюда вот направлены на 22 986 скорее всего либо сегодня до конца дня либо завтра он до цели отработает и закроет это наиболее вероятный сценарий движения если здесь задерживаться на счет торговаться дальше будет движение вверх с пробоем 23 30 отработкой 26 так друзья северстально смотрите здесь все без изменений идет набор позиций в этом диапазоне 922 929 соответственно как только сюда подойдет и пробьет на растущем объеме и закрыть скорее всего потянут ее на 938 и выше так друзья дальше от нлмк герой сегодняшнего дня сразу скажу отчет я пока и нлмк не смотрел но судя по реакции какая здесь пошла наверно отчет был совсем не ужас ужас ну там скорее всего бы все обошлось рынке это дело переварил сейчас судя по всему если будет закрепление от выше 138 метри то есть не будет вот этого повторного пробития здесь оставание бумаги соответственно она после набора позиций пойдет скорее всего пробивать вот этот уровень 141 и 3 и дальше у нее здесь цель который она обязательно отработает я думаю даже ближайшее время это 144 вообще как бы здесь вот в бумаге появился мощный драйв то есть если не будет никакого негатива по рынкам высока вероятность того что ее возможно куда-то сюда заведут вот но если вот она пробьет 138 метри на растущем объеме то велика вероятность того что этот рост он будет либо отменен либо отложен и она вернется проторговаться в этот диапазон такая вероятность конечно есть и соответственно если даже пробьет все равно будет оставаться шанс после проторговки здесь будет возврат и рост но вот лучше ей этот уровень не пробивать так друзья на природный газ в очередной раз эмулирует рост от низов не знаю насколько это долго продлится в этот раз вот но судя по тому что он 18 пробил а до 1611 не досужился дайте чтобы нормально отбиться и начать расти то скорее всего я так думает эпопея она достаточно долгой будет будет он крутится в районе 18 потом опять проседать и так далее что хочу сказать по поводу новотека но смотрите вот у новотека есть сильный уровень который находится в диапазоне 1040 1050 вот этот уровень он никак не может пробить он и вот кольнул один раз второй раз но но не пробил здесь конечно пока сложно говорить о том что это разворот но тоже как бы основной компонент деятельности газ он находится на низах и никак не хочет россии вот но тем не менее здесь идет образование такой формации округлой который в конечном счете при каком-то позитивном сдвиге или начале росте газа хотя бы временном может очень быстро развернуть вверх и соответственно как минимум то он на 1120 вполне может сходить 1120 1150 1155 у него здесь у цели есть вот но здесь надо понимать что от из вам пробивает и закрепляется 1050 1040 но не так вот как кольнул здесь нормально то есть пробивает это вот остается то есть тогда в этой ситуации скорее всего будет движение на 920 но здесь точки зрения технической картин с точки зрения технической картины здесь в общем то вполне возможен разворот но видите таких разворотов их было полно раз два три четыре я специально четырехчасовой график поставлю то что показать что схожая картина на на разных таймфреймах о и поэтому здесь можно конечно как бы оперировать игрой на пробой допустим его здесь сейчас купить поставить стоп на допустим 1035 ну то есть немножко сдвинуть под нижний диапазон но надо понимать что таких выбоев и был уже полно как бы идея то есть какая здесь ключевая фундаментальная идея разворота что компания начнет приносить прибыль то есть либо будет какая-то новость о том что компания ближайшее время принесет много прибыли в силу ее операционной деятельности или вводу в строй каких-то проектов или насчет россии то что она производит то есть природный газ сжиженный вот на природный газ сжиженный он немножко отскакивает и все ниже ниже погружаю погружается вниз вот поэтому здесь технически здесь отскок возможен но даже на самых таймфреймах вот я и часовой ставил и дневной и сейчас 4 часовой здесь как бы не прослеживается то что именно вот эта разворотная модель она сейчас работает и у нас от россии но с другой стороны то что вот этот сильный уровень так и не был пробит и соответственно не произошло закрепление говорит о том что здесь акцию держит а если ее здесь держат значит это кому-то нужно если это кому-то нужно значит кто-то здесь набирает позиции а если кто-то здесь набирает позиции значит рано или поздно на выстрелит и будет расти поэтому я думаю так что есть вот вы где-то здесь покупали я во всяком случае так бы сделал я поставил просто стоп на 10 35 или 10 30 вот и соответственно спокойной душой бы ждал либо пойдет вверх либо пробьет ну ничего не поделаешь тогда вот вообще конечно сейчас эта бумага на очень рискованно смотрится во первых он очень дорогой по мультипликатором был вот во вторых дивидендов он все-таки мало платит но поскольку эта компания рост все компании роста платит мало дивидендов ну и в результате то есть нашу проседать природный газ и со сама компания она оказалась в такой ситуации нисходящий так тоже отдали вопрос по тмк было но смотрите здесь действительно очень интересная ситуация потому что по сути здесь идет набор позиций и очень сильный набор проторговки и достаточно высокая вероятность того что в ближайшее время мы пойдем на 78 с половиной вот но здесь достаточно давайте посмотрим так 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 сейчас более короткий таймфрейд посмотрите вот здесь какая идея у нее есть сейчас идет набор позиций вот есть у нее сильный уровень который 49 и 349 и 5 вот здесь пока может быть вполне возможно движение вниз потому что вот есть незакрытая цель которая находится на пятьдесят два с половиной может вот сюда быть задерт если при этом не будет пробития вот этого диапазона 56 49 и 5 на растущих объемах то наиболее вероятно что бумага в любом случае держится здесь а дальше у нее как бы здесь скажем так все вот эти формации они указывают на то что в ближайшее время будет движение сначала на 71 и 3 и потом пробить и 79 и 1 и отработка цели 83 с половиной вот поэтому конечно бумаги сейчас я думаю достаточно хорошие перспективы для роста надо помнить что вот здесь есть определенные точки вообще как бы если она пойдет вниз то хорошему от ее пятьдесят четыре четыре надо закрывать и ждать когда она пойдет сюда и сюда и здесь уже по ситуации смотреть и продавать то сидит здесь она либо отсюда прямо насчет расти либо она допустим он здесь отобьется от этого значения 60 и пойдет корректироваться вниз консолидироваться выбирать позиции бродить и потом будет россии вот в случае у нее вот это ограничение поддержка который при пробитии уведет ее вниз но в данном ситуации с учетом того что здесь пошел рост здесь можно наверно рассматривать 54 3 создавать и не уж ну да здесь если будет пробить и 54 и 354 5 это уже можно говорить о том что вот это начата игра на скорее всего откладывается на неопределенный срок потому что тогда как бы сразу наверняка начнут срабатывать стоп заявки и она очень быстро пойдет закрывать вот этот гэп и вернется вот этот диапазон которым торговалась дальше на какое-то время может поторговаться если не будет пробить и 49 и 349 549 и 3 вот этого диапазона то она отскочит и пойдет сюда вот но это может занять долгое время и поэтому либо она сейчас вот отсюда прямо начинает расти не пробивая 54 и 354 5 или соответственно если пробивает тогда и лучше потом здесь подбирать я так думаю ну а так бумага интересно то есть она начала бурный рост скорее всего ее потащит наверх он ближайший цель движения это 79 79 тире 83 5 вот сюда наиболее вероятно что ее дают туда этого уровня и и доведут так друзья вот на риске никель сегодня себя весьма удивительно идет но как удивительно палладий никель не растут и даже проседают а он растет но здесь скорее всего просто идет движение в рамках общего хайпа что машинок его двигают и хватает любые фишки которые представляют интерес на самом деле если не будет ближайшее время роста палладий никеля то где-то от этого значения должен быть корректирующий откат и соответственно первая цель движения этого корректирующего отката она будет 21000 вот и соответственно в случае пробития двадцать тысяч шестьсот двадцать тысяч пятьсот его уведут на 19 500 вот сюда в этот диапазон то есть на текущий видите здесь рисует формацию разворота ну потому что вроде как рост и был но тем не менее этот рост он идет на фоне того что основные компоненты которые компания производит падает цене соответственно такой рост он часто приводит корректирующим движением здесь промок напрашивается первое движение 21 тысяча 250 и соответственно следом тестирования вот этого уровня который 19 900 вот мы посмотрим как завтра с палладним с никелем будет если стагнация продукт соответственно магнитик будет проседать его целью него движение сюда сюда потом вот сюда так друзья мы дальше далее поле металл какого некоторые называют вот на смотрите здесь на самом деле идет снижение потому что золото и серебро в общем то не растут и корректируется и плюс сегодня последний день торгов соответственно завтра у кого сегодня акции тому начислить там дивиденды и соответственно завтра скорее всего будет отрицательный гэп там на размер дивидендов так поэтому как бы приготовьтесь тому что если кто-то забыл завтра она скорейшем с отрицательным гэпом откроется